Эта партия пробная с точки зрения логистики. Федеральное министерство здравоохранения отправило небольшое количество ампул в каждый регион, чтобы понять, как лучше транспортировать вакцину. Требования к ее хранению серьезные. Так, препарат до попадания в шприц должен храниться при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Вакцина доставлена из морозильной камеры, аптечной сети. Наша задача в течение 30 минут выдержать определенное время и вести пациенту. За полчаса вакцина остывает до комнатной температуры, для которой можно делать прививку. Первой в Заполярье, кому поставили такой укол, стала Светлана Корсакова, заведующая Мурманским роддомом номер 3, перепрофилированным в ковидный госпиталь. Мы чувствуем необходимость. Очень не хочется, правда, заболеть самой и поставить под угрозу здоровье родственников. Поэтому для нас это необходимость. Коллега Светланы Борис Глухов тоже работает с больными коронавирусом. И как врач-реаниматолог часто видит именно тяжелые случаи. Это лучше, чем переболеть коронавирусом. Из двух зол и выбрал меньше. Возможно, какие-то риски есть у прививки. После ее проведения, возможно, после вакцинации какие-то возможные осложнения будут. Но, я думаю, они меньше, чем возможные осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Все прививаемые новые вакцины находятся в повышенной зоне риска заражения COVID-19. Поэтому и стоят в первых рядах. Идут на этот шаг медики добровольно. Главное условие – быть клинически здоровым. Хронические заболевания не должны стать помехой, но только если они находятся в стадии ремиссии. Первый транш вакцины, он небольшой, всего 42 дозы. Но это начало, которое мы положим сегодня. А потом будут и другие поставки. И мы ожидаем 600 доз в последующем для вакцинации в первую очередь медицинских работников. Когда поступит новая партия, пока неизвестно. Вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК двухвалентная. Поэтому и вводить ее нужно в два этапа с промежутком ровно в 21 день. Те, кто привился сегодня, 24 сентября, должны вернуться за второй дозой 15 октября. После этого им еще месяц нельзя делать другие прививки. Лада Егорова, Илья Бояркин, ТВ21+.